Он же и был богом Бенадимы. Дионис был сыном Девса, он был небрачным сыном, был полубогом. Когда он родился, об этом, чтобы не узнала жена Девса, Гера, Девс его спрятал в лесу, где жили сатиры. Это очень такие козлоногие, веселые ребята. Среди них он и вырос, вырос очень веселым, радостным. Он всегда шутил, радовался, веселился. Потом, когда он вырос, он создал со своей божественной силой вино. Обычно изначально вино употребляли боги, поэтому говорят, что вино это напиток богов. Но чуть позже, потом Дионис этим вино начал угощать на обычных смертных людей. А это не нравилось богам. Людям нравился Дионис, его очень сильно любили, любили, но чуть позже люди начали собираться и показывать представление, как он жил. Обычно в год показывали два раза представление. Первое представление это было день рождения Диониса, где показывали, как он радовался, как он шутил, как он веселился, танцевал. Это назвали комедией. И второе представление это было день смерти, где показывали трагедию. Людям нравилось смотреть представление, люди собирались. Изначально все смотрели стоя. Но так как представление так долго шло, что люди уставали стоя смотреть. И люди начали сидя смотреть. Но в конце это представление люди не могли увидеть, поэтому начали садиться на холмы. Таким образом появляются первые маленькие театры. Чуть позже, конечно, увеличивались до такого масштаба. Сейчас я вас научу, как отличать римский театр от греческого. Греки театр строили на холмы, а римляне строили театр на плоскую твердую землю. То есть получается этот театр построили... Кто? Римляне, правильно. Римляне. Театр в сегодняшний день находится в аварийном состоянии, поэтому такими металлическими каркасами был укруплен. Театр сейчас, в этом театре запрещается показывать любые представления. Сохранилось, но потом, после построения Турской Республики, хозяева этих домов, они официально оформили. И в сегодняшний день Министерство туризма эти дома никак не может отобрать. Но зато может проводить археологические раскопки под этими домами. Поэтому сейчас мы будем, когда дальше идти, мы будем идти по стеклянному полу. Это стекло находится в артефакте со времен Римской империи. Первые этажи эти домов сделали торговыми лавками, магазинами, как во втором, как и в древние времена. Поэтому мы провокация не поддаемся. Почему я это говорю? Потому что, когда я вчера же эту программу проводил, и так же говорил, где девушки, несмотря на это, на обратном пути, когда я им сдал свободное время, для того, чтобы они фотографировались, посмотрели уже самостоятельно, вместо этого они зашли в один магазин и забыли проверку времени и опоздали в автобус на 30 минут. То есть целый автобус 40 человек сдали своих девушек. Дальше обратите внимание на левую сторону, мы выберем канал, который заполнялся водой. То есть в такую же рую мы могли бы сейчас охладиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Интересно. Молодцы, что мы придумали. Как говорит гид, они поломать эти дома не могут. Дорогие гости, вот тут вы увидите мраморную плитку. Это мраморная плитка у нас была как-то настольная игра по типу шахмата. Дальше вот с этой стороны вы увидите колодец, но это не было колодцем, а это было как цистерна для хранения воды. Как я вам до этого говорил, в Римляне могли уже в те времена делать трубы из глины. Таким образом, с этой стороны проводили трубы, заполняли цистерну, и с лишней водой они направляли в следующей цистерне. Трубы, вот эти трубы, с той стороны вы можете увидеть на обратном пути, если хорошенько присмотритесь. Дальше вот тут вы увидите мозаику, мозаику, которая сохранилась до сегодняшнего дня за временем жительской империи. А это у нас была канализация. Пойдем дальше. Где мозаика? Вот это старый город, который не могут они поломать, потому что они построены на доме. они здесь могут вести раскопки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok